Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утре и Фреш. Меня зовут Александр Лупиненко. Сегодня я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлюсь с другими интересными фактами. На территории Гомельской области прогнозируется небольшая облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 7 градусов. Ветер юго-западного направления до 6 метров в секунду. Завтра в стенах Гомельского дворцово-паркового ансамбля начнет работу Музей экспериментальных наук. Гости смогут познакомиться с работой приборов и устройств, которые покажут самые разные явления природы. Все экспонаты выставки можно и нужно трогать руками. Только так посетители смогут открыть для себя такие механизмы, как волновой маятник, мост-довинчи, маятник-ньютон, трансформатор Теслы и еще много чего интересного. Выставочный проект также позволит узнать, как работают законы физики, познакомит с принципами действия технических устройств и не только. Незабываемые впечатления гарантированы, так что приходите и экспериментируйте. 19 декабря экспозиции Гомельского дворцово-паркового ансамбля будут дополнены. Выставка под названием «Белый, как снег» станет последней из юбилейного проекта коллекции музея к столетию музея. Накануне зимних праздников посетителям дворца покажут уникальные вещи из фарфора. Это и посуда, вазы, часы, и герои сказок, и самые разные образы, так что не пропустите. Ну а в музее истории города Гомеля продолжает работу выставка фотографий «Белорусские прохожуни». На ней фотокартины Альфреда Микуса. В своих работах он отражает образы белорусских женщин через календарь народных обрядов. Все фотографии, которые сейчас могут увидеть гомельчане, автор сделал в разных уголках в Беларуси. Он работал и в деревнях, и в небольших городах, и во время народных праздников и обрядов. Все женщины на снимках автора – не только усердные хозяйки, заботливые матери и жены. Они также исполнительницы многих обрядов, хранительницы духовных ценностей народа. Познакомиться с «Белорусскими прохожуньями» гости музея смогут до 12 января. В картинной галерее Гавриила Ващенко продолжает работу выставка антикварных предметов «Рождества. Волшебные мгновения». Среди предметов из коллекции Сергея Путилина – антикварная мебель, различные предметы для чаепития, патефоны и многое другое. У каждого из экспонатов была своя жизнь. Со временем они стали предметами историко-художественной ценности. Их история диктовалась модными пристрастиями, занятиями и особенностями досуга людей. Приобщиться к прекрасной эпохе можно до 12 января в выставочном зале по проспекту Ленина, 43. Гомельский областной драматический театр готовит новогодний подарок для юных театралов. Это детский музыкальный спектакль под названием «Нереальная сказка» или «Новый год в лайк-лавии». По сюжету школьники Тима и Алена волшебным образом переносятся из музея в сказочную страну «Лайк-лавию». Там им предстоит встретиться со злым волшебником, коварной черной кошкой, влюбленной колдуньей и многими другими. От ребят потребуется находчивость и смехалка. Им придется стать настоящими героями и спасти заколдованную принцессу. Ну, или даже не одну. Обратим ваше внимание на то, что новогодние чудеса будут ждать юных театралов еще до начала спектакля, на время зимних каникул все в фойе театра превратится в волшебный детский городок. Премьера новогодней сказки состоится 18 декабря. В продолжение темы. Молодежный театр в Гомеле готовит новогодний сюрприз для юных зрителей. Спектакль «Три желания» – это приключения со смыслом. Злая колдунья превращает героиню в угрюмую сову. Девушка так и осталась бы птицей, если бы ей не помог дедлесовик. Он подсказал, как вернуть человеческий облик. И как же, спросите вы? Приходите на представление и все узнаете сами. Организаторы обещают много шуток, танцев, отличного настроения и даже шанс побывать на Кудыкиной горе. Премьерный показ состоится совсем скоро, 20 декабря. Гомельский клуб ремесленников «Чаровные подарунки» активно везет подготовку к новогодним праздникам. 21 декабря в городском центре культуры пройдет выставка, ярмарка изделий ручной работы «Рождественские подарки». На ней можно будет найти поделки, выполненные в самых разных техниках и не только порюбоваться ими, но и забрать понравившиеся с собой. Частью мероприятие станет и мастер-класс по созданию елочной игрушки. Гостям гарантируют праздничное настроение, вдохновение и позитивные эмоции. Новогодняя служба Деда Мороза и Снегурочки активно готовится к любимому празднику. Зимний волшебник, который живет в Национальном парке Припятский, наградит победителя конкурса на лучшее письмо себе. Участникам нужно рассказать о своем самом заветном желании. К информации можно приложить рисунки и фотографии. Письма принимают до 25 декабря. Несмотря на то, что мгновенного исполнения желаний любимые герои не обещают, авторы наиболее интересных и оригинальных посланий будут отмечены. 10 лучших писем Дед Мороза берет лично. Их авторам дедушка напишет ответные письма, которые пришлют до 31 декабря. А победителю достанется главный приз. Это медаль с символом Национального парка. К следующим новостям. 17 декабря белорусское кино отмечает день рождения. В этот день 95 лет назад было создано государственное управление по делам кинематографии и фотографии Белгоскино. В честь памятной даты в 15.00 в Гомельском кинотеатре имени Калинина состоится театрализованное представление. Ждет участников встречи премьера документальной игровой ленты национальной киностудии «Беларусьфильм» Спадшина с участием творческой группы создателей фильма. В следующем году исполнится 250 лет со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. Он оставил миру 9 симфоний и фрагменты еще одной незаконченной. Специально к предстоящей дате организован необычный проект. Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект. Система очень быстро запоминает и анализирует ноты. Специалисты совершенствуют алгоритм и уже вполне довольны результатом. Планируется, что премьера 10 симфонии Бетховена, дописанной с помощью искусственного интеллекта, состоится в апреле в немецком Бонне. К другим интересным новостям. Художник из Южной Дакоты создает уникальные скульптуры животных. Для этого он использует старое сельскохозяйственное оборудование и другие небольшие куски железа. Он превращает их в реалистичные массивные скульптуры животных. Источником вдохновения для художника становится ранчо, истории местности и животных, которые там обитают. Житель одного из городов в штате Массачусетсе во время прогулки по пляжу наткнулся на необычную бутылку. В ней находилась записка, которую в мае 1983 года написала 11-летняя девочка. В тексте она указала свой почтовый адрес и попросила нашедшего бутылку отправить ей ответное письмо. Но мужчина намерен отыскать автора письма и отдать послание при личной встрече. Тело человека. Познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь4» Гомель в 19.30. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговорно-актуальная тема, рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известная ведущая телерадиокомпания Гомель. Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний Фрэш» и я, Александр Лупиненко. До Нового года остается две недели. Самое время поселить в душе праздничное настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова